Итак, срочные новости с официального сайта лента.ру. Глава Росгвардии пообещал сделать из Навального сочную отбивную. Директор Росгвардии Виктор Золотов вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить его в отбивную в ответ на опубликованное Фондом борьбы с коррупцией ФБК расследование, посвященное нарушениям ведомстве. Ролик с обращением доступен на официальном ютуб-канале Росгвардии. В отношении меня вы допустили оскорбительные клеветнические размышления. В офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций. Я имею в виду сатисфакцию, заявил Золотов. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно, где обещают сделать из вас хорошую и сочную отбивную, добавил генерал. Он также отметил, что ведомство совместно с органами контрразведки, военной прокуратурой и счетной палатой активно работает над выявлением своих коррупционных недостатков. Мы боремся с этим, выявляем этих людей и в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд. Вот так у нас обстоят дела, подчеркнул Золотов. Напомним, что в конце августа Навальный выступил и выпустил новое расследование, в котором рассказал, что в 2018 году цены на одни и те же продукты, закупаемые для Росгвардии, выросли в несколько раз по сравнению с 2017 годом. По его данным, это произошло после того, как в декабре 2017 единственным поставщиком по распоряжению правительства стал Крымский Мисокомбинат Дружба Народов, который в настоящее время через цепочку компаний якобы принадлежит бывшему офицеру внутренних войск Борису Кантемирову, занимавшему ранее должность начальника Центрального архива внутренних войск МВД. В ведомстве подобные Росцен сначала объяснили, в частности, сезонностью закупок, а затем заявили, что во всем виноваты поставщики, которые демпинговали на этапе конкурса. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех самых последних и интересных событий. Итак, давайте подведем итоги. Значит, гражданин Российской Федерации Навальный проводит свое личное расследование, где выявляет факты хищения из бюджетных средств. Из бюджетных это, значит, наши с вами деньги. То есть мы платим налоги, они идут туда, и вот эти деньги разворовали. По сути, нам говорят, что денег для пенсионеров нет, пенсионный возраст нужно повышать, а выясняется, что деньги так просто разворовываете. Соответственно, человек со своей гражданской позиции выявил факт того, что идет воровство в огромных количествах, и на это глава, опять-таки глава, не какой-то там рядовой, глава Росгвардии обещает из гражданина Российской Федерации сделать сочную, отбивную. Опять-таки, за что? Он его не оскорблял, он просто несколько фактов хищения. И самое главное, что этот же глава Росгвардии Виктор Золотов сам подтверждает того, что да, воровство было, и мы работаем над этим. Вот еще раз почитаем. Мы боремся с этим. Он также отметил, что ведомство совместно с органами контрразведки, военной прокуратуры и счетной палатой активно работает над выявлением своих коррупционных недостатков. То есть он подтвердил, да, такое есть. Коррупционные недостатки есть. И мы боремся с этим. Мы являем этих людей в зависимости от содеянного, либо увольняемых, либо отдаем под суд. Вот так у нас обстоят дела. Подчеркнул Золотов. То есть человек подтверждает, опять-таки, не просто человек, не просто гражданин, а глава Росгвардии Виктор Золотов подтверждает то, что гражданин Российской Федерации не голословно обвинил, что Навальный прав. И в то же время он его вызывает на дуэль и угрожает ему. По сути, открыто угрожает. То есть этот видеоролик доступен на официальном сайте Росгвардии. Честно сказать, я был крайне удивлен этим фактом, куда же смотрят правоохранительные органы. То есть человек в открытую, глава Росгвардии в открытую, в открытую угрожает гражданину Российской Федерации. То есть, честно сказать, просто, опять-таки, не просто за что-то, а за то, что он говорит, да, есть факты хищения. Он не обзывает. Если, опять-таки, есть какие-то моменты, что не понравилось как главе Росгвардии, как личности, для этого есть суд. То есть всегда можно обратиться в суд. И только суд может решить, кто прав, кто не прав. То есть все должно решаться в пределах законодательства Российской Федерации. Если суд сочтет, что Навальный оскорбил, или это была клевета, то, естественно, Навальному придется за это отвечать. Но, опять-таки, как я только что подчеркнул, глава Росгвардии подтвердил, что ведомства совместно с органами контрразведки, военной прокуратуры и счетной палатой активно работают над выявлением своих коррупционных недостатков. То есть он подтверждает, что коррупционные недостатки есть. Ну а если есть, то почему мы не имеем права говорить о них? Почему мы не имеем права указывать на них? То есть если указал все, а из себя сделают отбивную? То есть это прямые угрозы. Даже не то, что там свобода слова, а говорить правду, говорить то, что сами они говорят, нам говорить нельзя. Глава Росгвардии пишет, мы боремся с этим, выявляем этих людей и в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд. Вот так у нас обстоят дела. Подчеркнул Золото. Очень странно. Значит, со своими они поступают по закону, то есть либо увольняют тех, которые своровали миллионы, их просто увольняют и все. Либо отдают под суд. А Навальному они предлагают встретиться и, как говорится, помахаться кулаками. Так может быть, махать кулаками нужно сделать отбивную те, которые воруют, а не те, которые говорят правду, что у вас воруют. Пожалуйста, пишите свое мнение в комментариях, насколько это правомерно, вот такое видеообращение главы Росгвардии и такие угрозы в адрес граждан Российской Федерации. Пишите в комментариях, пожалуйста. Честно сказать, ситуация действительно, мягко говоря, нестандартная. Также обратите внимание, что в ведомстве подобный рост цен, то есть они подтверждили факт того, что хищение происходит. То, что действительно капуста, грубо говоря, стоила 14 рублей, потом она резко так почему-то начала стоить 40 рублей, хотя капуста та же самая, она не американская, чтобы сказать, какие-то санкции. Капуста к доллару или к нефти не привязана, чтобы сказать, что нефть повысилась, соответственно, капусту делают из нефти, поэтому стоимость капусты увеличилась. То есть нет никаких оснований, никаких абсолютно оснований для роста цен на капусту, тем более, что ее покупают тоннами, оптовыми ценами, должны проводиться тендеры. Соответственно, цена может падать, ну или расти там на рубль, на два, но уж не в три раза, это точно. И в ведомстве подобные рост цен сначала объяснили, в частности, сезонностью закупок. То есть они сначала объяснили сезонность закупок, а затем заявили, что во всем виноваты поставщики, которые демпинговали на этапе конкурса. То есть они говорят сначала одно, то есть сезонность, а потом видят, что что-то как-то не прокатило сезонность. Потом заявили, что во всем виноваты поставщики. которые демпинговали на этапе конкурса. Опять вопрос, так почему не привлечь этих поставщиков, аферистов, которые демпинговали на этапе конкурса? Ведь в итоге из бюджета, из казны Российской Федерации ушло миллионы или триллионы, я уж не знаю, там можно посмотреть, денег в никуда. То есть к ним претензий нет, а у главы Росгвардии есть претензия к гражданину Российской Федерации, который в открытую заявил, что не может капуста в три раза увеличиться. И из него обещают сделать сочную отбивную. Насколько это вообще не то, что даже правомерно? Это очевидно, что это не правомерно. Насколько это вообще справедливо? Насколько это по-божески? Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях. И подписывайтесь на этот канал. Всего доброго и до новых встреч!